Хазанов, Баталов, Расторгуев и еще с полсотни знаменитых фамилий в одном большом списке, поддержавших действия Путина в отношении Украины. Его воплотили в пластике, активные киевляне, в ответ на вчерашнее заявление российского Минкульта. Они говорят, что они поддерживают Украину, они поддерживают украинцев, они хотят защитить права русскоязычных. Я говорю на русском, я киевлянин, мои права никто не ущемлял. Находя фамилии кумиров, прохожие эмоции не сдерживают. Я 10 раз подумаю, прежде чем пойти или купить билет и послушать этих людей. Акцию решили развернуть возле театра русской драмы, однако оставить список на здании не удалось. Впрочем, без разрешения театральный фасад портить не стали и разместили так называемый черный список там, где это делать можно. На ограждении возле ЦУМа ближе к Майдану. Украинские актеры уже от шока оправились и начали коллегам отвечать. Засудживать этих людей я не имею права. Бог им всем судья. Это миллионы зомбованных людей, которые считают чем-то зомбованными нас. Люди, не знаючи правды, не понимающие ситуации, которая произошла, что произошла просто революция гидности. Люди позволяют себе делать такие оценки. Свою солидарность с народом выразили и украинские дизайнеры. Давно запланированную неделю моды решили не отменять. Но обойдутся без гламурных вечеринок, а на подиуме, кроме прочего, покажут бронежилеты. Внутри, видите, там есть пули. Вот изначально это был вот такой реглан просто с крыльями и пулями. Есть еще реглан деньги и пули. То есть это была такая идея. Вот и теперь это стоп Путин. Потому что Путин идет на нас с войной. Показы начнутся завтра, при минимуме зрителей. Наталья Ковачевич, Оксана Муллер и Василий Ребакряч. События.